Данное видео было снято на Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ссылочка на обзор в описании. Ох, я уже сразу вижу эти шаловливые ручки, сразу прочитали название и пошли в комментарии, мол плохому танцору то-то-то мешает. Даже не думайте, я про это ни разу не пошутил и вам запрещаю. Ну а теперь давайте к сути. В доме футбола определенное время назад была презентация, созвали прессу и анонсировали eSports Battle Academy. Это академия для киберспорта, в частности киберфутбола. Что простите, логично, ковидло ходит, бродит, ползает по улице, никто в футбол не играет, а те кто играют, чаще всего играют при пустых стадионах. Просто идеальная почва для развития киберспортивной дисциплины. Но вот вы задаете вопрос, а до этого разве это дело не развивалось? С какой радости столько фанфар для одной школы киберспорта? Разве их мало? И вот в этом и заключается проблема. Да, мало, очень-очень мало. Во всяком случае школ киберфутбола. Меня этот вопрос будоражил очень-очень сильно. И я его, собственно, сформулировал спикером. Кстати, пока не забыл, среди спикеров были организатор турниров eSports Battle Александр Баркар, президент Украинской ассоциации электронного футбола или ОАФ Владислав Шавковский. И да, это сын. Да, я тоже только узнал. Ничего страшного, бывает. А также член правления ОАФ Олег Уолкман Шустенко, бывший киберспортсмен, бывший киберфутболист, плюс на минуточку действующий игрок национальной сборной Украины Виктор Коваленко, а также стример и профессиональный игрок Алексей Фарлан-ФС Мерсер. В общем, всем этим ребятам я задал один ключевой животрепещущий, определяющий, жизнеутреждающий вопрос, который звучал следующим образом. У меня вопрос, в принципе, ко всем спикерам, поскольку у каждого из вас может быть свое какое-то мнение по этому вопросу. Но вопрос вот в чем. По вашему мнению, какая самая большая проблема, какое самое большое препятствие вот в головах такого среднестатистического обывателя, среднестатистического зрителя, касательно того, что киберспорт это несерьезно. Вообще, вот любой киберспорт, хоть футбольный, хоть там Дота или КС. И вот ваше мнение, как эту проблему решить? Хороший вопрос. Действительно, он очень хороший. Я думаю, что со своей колокольни, президент общественной организации, я считаю, что большой проблемой в нашей стране было отсутствие государственной поддержки и поддержки международных спортивных организаций. Например, Международный Олимпийский комитет не включает никакие киберспортивные дисциплины в разряд своих, скажем так, спортивных разрядов для Олимпиад. Другие страны тоже, скажем так, с переменным успехом пытаются развивать эту область. То есть, в целом, развитие киберспортивной дисциплины электронного футбола ложится исключительно на плечи издателей или турнирных операторов, как вот я, не знаю, Replay или ESR. И, учитывая этот факт, что государство не помогает, государство не анонсирует, государство не поддерживало до разных полянов, когда, наверное, было признено в киберспортной цели в лиге спорта, это не вызывало у людей какого-то серьезного отношения. Я помню себя еще в детстве, мне так-то немало 25 лет, но в детстве мне всегда такие говорили, что что ты тут играешь, это так интересно, ты не вырастешь, не станешь, не будешь зарабатывать и так далее. Потому что тогда это действительно просто игра, проведение своего досуга. Но со временем, вот как у нас теперь два прекрасных примера, Лекшн Стендер и Алексей Мерсер, ты можешь это аккумулировать, ты можешь эти усилия во что-то монетизировать. Но это стало все доступным только с развитием технологий, то есть пошел какой-то этап, в 90-е годах были просто компьютеры-клубы, подходит в интернет, я приходил, играл, если были какие-то призовые фоны, то они минимальны, то есть только призовые фоны формируются за счет зрителей, за счет людей, кто это смотрит. Только с развитием социальных сетей и с ними будет платформ, это стало действительно выходить на более высокий уровень. Сейчас, когда государство включится, когда государство будет поддерживать, когда невозможно проводить или там, чтобы на Олимпиаду выводить эти дисциплины, это все будет приобретать серьезные игры. Но нужно понимать важную проблему. Киберспорт и спорт – это большой разрыв понимания и в поколении. То есть сейчас все представители международных организаций спортивных, ЖК, Министерство молодежи и спорт. Это люди, которые, скажем так, в возрасте, и у них не совсем есть понимание того, что это такое. Для них это все еще игра. Это мы с вами тут понимаем, что это более чем игра для многих людей, для сотни, для миллионов людей. А вот для них это все еще пип-ап, стрелял, и все, ничего серьезного. Наша задача – побороть мир, проблему ментаритета и восприятие компьютера. Это то, чем мы будем заниматься в перспективе. Помимо государственной поддержки, я присоединяюсь, это абсолютно правильно. Но я бы еще хотел добавить, что для того, чтобы киберспортные соревнования проходили и имели место, для этого работает большая команда профессионалов, которые это обеспечивают. Очень долгое время тема киберспорта была очень мишевым таким продуктом, где люди, которые это организовывали, они были сконцентрированы только на этом и подобным навыкам никого не учат. То есть там элементарно для того, чтобы сделать турнир по Counter-Strike, вот ты должен иметь в штате серверного администратора, который настраивает тебе сервер. Этим навыкам невозможно нигде научиться, либо это самоучки, либо это люди, которые каким-то образом попали в те компании, которые были первопроходцами. С учетом того, что фокус внимания сейчас концентрируется на теме киберспорта очень сильно, популярность таких специальностей, она растет. И раньше мы даже не знали про существование таких профессий. Сейчас это становится очень актуальным, появляются курсы, университеты, всевозможные, которые способствуют этому развитию. И если в будущем будет даже государственная программа, которая будет обучать каким-то подобным навыкам, это произойдет еще более стремительно. Но в принципе, вот достаточное количество квалифицированных кадров тоже очень сильно даст буст этой отрасли и спонсорам, которые смотрят на это и понимают, что в это можно вкладывать деньги и получать те охваты и ту аудиторию, в которой они заинтересованы. Что ж, дякую за вашу витамиде. То есть, были проблемы. Да, были палки в колеса, поддержки не было. Но сейчас все меняется в лучшую сторону. К киберспорту начинают относиться значительно, значительно более серьезно. Появляются деньги, появляется поддержка со стороны государства и появляются профессиональные кадры. Собственно говоря, последних и будет готовить и спорт с Battle Academy. Я не забыл о теме, я ее держусь в голове. В общем, если вы заинтересованы, если вы любите киберфутбол и хотите научиться играть профессионально, милости просим в описании под видео, там будет ссылочка на Академию, где вы сможете узнать о ценах, об учителях, о режимах, обо всем. Что вас интересует, могло интересовать и даже не очень интересует, но заинтересует обязательно. И на этом у меня лично все. А вы, раз уж в описании полезли, не забудьте оставить комментарий о том, в какой симулятор футбола вы играли последним. Я, если что, последний раз играл буквально несколько недель назад на кнопочном смартфоне в Java Football. Да, я настолько старый. Про лайк, подписку и колокольчик тоже не забывайте. С вами был Денис Зайченко и канал RoadNation. Всем пока.